Я приглашаю моего коллегу Андрея Перуна, solution-архитектора CloudFresh, продемонстрировать, а как это работает, как эти данные из разных источников собираются в BigQuery, что за магия там происходит и как она вообще визуализируется, как это работает. Потому что облачные решения зачастую призваны облегчить жизнь бизнесу и улучшить. Андрей, прошу тебе слово. Спасибо, Виталий. Видно мой скрин? Да, видим. Data pipelines. Отлично. Спасибо, Денис. В принципе, в подтверждение того, о чем рассказывал Денис, я бы хотел показать такую небольшую демонстрацию, как продукты Гугла дружат вместе и каким образом можно достаточно просто и гибко решать проблемы агрегации данных с различных источников, сохранение их в Data Warehouse, в BigQuery, и получать важные для бизнеса инсайты, просто кликая мышкой по экрану и не вовлекая команду разработчиков во все эти процессы. Единственное, что нужно, это, по сути, небольшое знание SQL для того, чтобы получать данные из источников и ознакомиться непосредственно с продуктами Гугла. Итого, смотрите, для демонстрации я подготовил такой сценарий, который подразумевает приблизительно следующее. У нас есть несколько хранилищ данных. Эти хранилища данных в моем случае это реляционная база данных и файл, объектный storage, это Google Bucket, в который выгружается периодически информация из CRM о клиентах компаний. Компания, допустим, к нам обратился какой-то заказчик, который чувствует проблему в том, что имея такую разрозненную, разрозненное хранилище, они недополучают какую-то часть инсайтов, часть информации касательно их нового бизнеса и никак не могут подружить свою ERP-систему, какие-то свои транзакции, которые у них происходят с CRM-системой. В принципе, без продуктов Гугла это бы означало разработку, либо поиск какого-то продукта, который умеет делать похожие вещи. В Гугле уже есть готовый продукт, который поможет агрегировать эти данные, сохранить в storage. Итого, компания в конечном итоге ожидает каких-то определенных отчетов в определенном формате, и отчеты должны быть полными и содержать всю информацию, которая есть в транзакционном хранилище и в CRM-ке. В принципе, это реализуемо с помощью Google Data Fusion и Data Studio для того, чтобы построить сами по себе отчеты. Само решение, оба решения являются менеджер, и, в принципе, не нужны, по сути, какие-то девопсы, либо администраторы для того, чтобы поддерживать вот это решение в работоспособном состоянии. Все, что нужно, это настроить пайплайн, выставить какой-то интервал, по которому будут обрабатываться вот эти данные, стягиваться, и открывать отчеты по ссылке, которая, как уже говорил Денис, может быть расшарена согласно различным security правилам, то есть вы не обязательно какой-то конфиденциальный отчет сможет увидеть кто угодно, в том числе и вне вашей компании. Для демонстрации у меня есть такая эмуляция ERP-системы, то есть есть заявки на покупку какого-то товара, есть сам продукт, есть описание самой заявки, и есть цена товара непосредственно в момент продажи. И дальше в другой части есть файлик, JSON-файл из непосредственно данных из серы. Ну и сейчас хотел бы показать вам демо. Для начала я запущу рабочий пайплайн, который давайте сначала почистим в BigQuery, почистим установленные данные. Так, превью, табличка пустая. Запустим пайплайн. Он просто обрабатывает данные в районе пяти минут, так как для того, чтобы сам процесс обработки прошел, нужно поднять Data Fusion, нужно поднять кластер DataPro в отдельном проекте и, собственно говоря, произвести саму обработку. Обработка очень быстрая, количество данных небольшое. Небольшое у меня, порядка 200 записей в табличке с продажами, с заявками, и количество клиентов в районе пятидесяти. Но само поднятие кластера занимает кое-какое время, поэтому я запущу пайплайн. Так, он сейчас провиженится. Тут есть логи, да, вот оно пишет, что оно создает пластер DataPro. А непосредственно для подкрепления того, что это делать легко и просто, покажу сам пример из, ну, научную какую-то. Вот есть такой DataSource как база данных, так. В этом DataSource можно, нужно выставить драйвер, да, в моем случае это Postgres, ConnectionString, так. Я поднял Postgres в Cloud SQL и ввести нужные креденшелы. Дальше ReferenceName. Это то, как будет отображаться непосредственно в студии данные. Ну и собрать, ну, набить SQL, который вытащит непосредственно нужные нам данные в Import Query. Как видите, если нужно, можно подтянуть полностью схему вот тех, того результата выполнения SQL, ну и заодно проверить Connectivity с нашей базой данных. Здесь появились полностью все поля, которые находятся в нашей базе, ну или там являются результатом вот этого сиквела. Дальше следующим компонентом, который нужно добавить, это то, куда нужно синхронизировать данные. В нашем случае это BigQuery, так. Вот таким образом связываются вот эти два компонента. Здесь непосредственно нужно прописать данные, которые нужны для настройки BigQuery. В частности, это проект, так, датасет, то есть, куда вам нужно сложить эти данные. Так, табличка. И, ну, остальные данные, ну, остальные настройки, они опциональные, но я их подобавляю, так. Что я не дозаполнил. Скорее всего, какой-то пробел скопировал. Так, наверное, Project 1 еще нужно указать. Да, вот тут пробелы, они не тримаются. Так, Validate. После того, как никаких ошибок не найдено, можно еще просмотреть результат вот этого, ну, вот результирующую схему, которая будет сохранена в BigQuery. Я тут выбирал опцию, чтобы этот вот, чтобы pipeline создал табличку, если ее нет, и изменял схему, если что-то изменилось непосредственно здесь. Дальше нужно задеплоить этот pipeline. Так, и запустить. Сейчас посмотрим, как там обстоят дела с первым pipeline. Ну, вот, судя по логам, он уже пробежал, так. Вот, и тут статус тоже поменялся. У нас обработалось 195 записей, которые были вычитаны сиквелом. И из бакета оно прочитало 57 рядков или JSON объектов. Непосредственно все оно положило в табличку sales. Так, сейчас я ее рефрешну, чтобы можно было отобразить, что там данные появились после очистки. Да, вот видите, данные есть, и данные по кастомеру, индустрии, сайзу тоже есть. Ну, и дальше я хотел бы перейти к отчету. Так, я подготовил небольшие интерактивные отчеты на три странички по инсайтам, которые мы смогли получить, объединив данные из двух различных хранилищ, то есть условно из CRM и транзакционного хранилища в Postgres. Итого, получается, первый отчет показывает средний чек по продуктам и количество проданных лицензий от продуктов. Как видите, лидирует по продажам Zendesk Suite Growth, так. И вот больше всего вот этого продукта продается в холдске индустрии для среднего бизнеса. Так, можно смотреть разные разрезы, да. Вот там, например, support сервисы, они покупают тоже Zendesk Growth, и большинство из них это, ну, или все из них это маленький бизнес. Вот есть такой элемент интерактивности. Так, можно выбирать все, отдельную индустрию какую-то, выбирать несколько индустрий и так далее. Также хотел продемонстрировать такую простенькую, простенькие отчеты, связанные с разделением вот всех продаж наших, так, ну, данные синтетические, но вот идея в том, чтобы показать, что вот такая линейка продуктов продается там в холдске, в Software and Services и так далее. И вот они занимают такую долю продаж, так, в структуре всего бизнеса. То же самое по различным секторам, да. Малый бизнес, средний, большой и enterprise. И вот, что интересно, тоже мы хотели бы показать еще такую возможность построить такие самые продаваемые связки продуктов, так, ну и как видите, вот самой продаваемой связкой за последних два года был Zendesk Suite и Workspace Business Plus. И это в разрезе различных индустрий, так. Ну и, в принципе, есть отдельные бандлы там по Workspace и Asani, которые, ну, на которые тоже стоит обратить внимание. Ну и там последняя часть тоже вот интерактивно можно просмотреть, в принципе, там, сумму продаж и разбивку по месяцам и количество лицензий в зависимости от продукта, от, ну вот, например, мы хотим посмотреть, как продавались все Zendesk за, там, прошлый год. Ну и, собственно, вот так они продавались, так, там, можно менять даты, ну, date range, и оно меняет графички. Так, и вот, чтобы показать результат того, что я вам демонстрировал, так вот, pipeline пробежал, 195 записей были перенесены, и давайте посмотрим, что же у нас появилось в Sales 2. Да, тут изначально был Sales, Sales 1, появилась табличка Sales 2, в ней содержатся все данные из реляционной базы данных, ну и вот, как видите, она была наполнена, подтверждение 195 записей появилось в BigQuery. Вот это приблизительно то, что я хотел показать, ну, ту простоту и скорость решения или получения непосредственно решения для агрегации данных в BigQuery, и такие, такой небольшой introduction по те штуки, которые можно делать в связке BigQuery и Data Studio. Виталий, у меня все. Андрей, большое тебе спасибо. Спасибо за то, что продемонстрировал в BigQuery, продемонстрировал, как оно действительно выглядит и что можно с этим сделать. Правда в том, что BigQuery – это идеальное решение для сбора данных с абсолютно разных разрозненных источников и для аналитики в онлайн, потому что BigQuery может переварить достаточно огромное количество информации, там, петабайты, и вы можете их визуализировать на любом инструменте. Мы показали, Андрей показал Google Data Studio, потому что это бесплатный инструмент, но, конечно, он имеет свои ограничения. Вы данные из BigQuery можете визуализировать в любой другой BI-системе, как какой-то облачной, так и в вашей, собственно, написанной. Спасибо огромное, коллеги, за то, что приняли участие в данном вебинаре.